От Японии до США. Решение по ключевой ставке на этой неделе. Завтра Банк Японии будет решать, в среду ФРС, а Россия решит по ключевой ставке в пятницу. Правда, только Банк Японии собирается кардинально изменить свою кредитно-денежную политику и уйти от отрицательных ставок. А вот в России и в США, скорее всего, ключевые ставки сохранят на текущем уровне. То же самое говорят и про Лондон. Он будет решение публиковать в четверг. Возможно, лишь намеки какие-то на послабление в кредитно-денежной политике. Но решать будут и в Бразилии, и в Пакистане. Так что эта неделя очень важна с точки зрения макроэкономики. И в этом выпуске мы обсудим предполагающееся решение центральных банков России и США. Но пока что коротко о конъюнктуре, которая складывается к текущему часу. Это рынки сейчас, стоит Никит Макаров. Конъюнктура складывается в большей части положительная. Потому что эти новости о смягчении или развороте в кредитно-денежной политике, по крайней мере в Японии, от отрицательных ставок положительные, воспринимают рынки очень позитивно. 2,67%, Nikkei 225% подрастает сегодня утром на торговые сессии. Растет и корейский Коспи на 0,7%. Гонконгский индекс Хансенка подрос на 0,7%. В моменте сейчас немного откатил. 4% прибавляет, 0,7% прибавляет индексы материкового Китая. В Китае вышли еще макроданные по розничным продажам. Чуть лучше прогноза, консенсус по рейтер. И промышленное производство тоже неплохо растет год к году на 7%. Пока что это помесячные данные, но такой темп если сохранится в течение года, то возможно даже и достижение цели поставленной коммунистической партии на собрании народных представителей Китая для достижения роста в 5%. На американском рынке сессия в пятницу закрылась в минусе. Там реагировали на плохие, разочаровывающие данные макроэкономики. Обсудим это. Сейчас фьючерсы подрастают где-то около 0,3% в среднем. На российской фондовой бирже фьючерсы сейчас показывают в плюс. Фьючерс на ММВБ прибавляет почти 4%, фьючерс на РТС, его долларовую составляющую прибавляет 0,5%. Здесь уже, конечно, зашито укрепление рубля. Рубль сейчас укрепляется на треть процента по отношению к бивалютной корзине. 92,59 рубля за доллар, 100,88 рубля за евро. Юань откатывает от своих максимумов 12,83 рубля за юань. И евро доллара 1,088, и индекс доллара 103,4 – небольшой рост по отношению к корзине мировых валют. Американские десятилетки 4,29 дают в годовом выражении. Биткоин 68,500 прибавляет треть процента. На товарных рынках нефть 86 долларов за бочку бренд полпроцента добавляет. Золото падает на полпроцента с 2151 доллар за тройскую унцию. Падают также платье на палладий и железная руда на проценты 0,2. Прямо сейчас поговорим об экономике России. Дмитрий Привой, директор по инвестициям и мастер управления активами, присоединяется к нам. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро, Никита. Дмитрий, помимо заседания Центрального банка, какие еще события на этой неделе будут определять конъюнктуру на российской фондовой бирже? Вы знаете, ну прежде всего, конечно же, рынок будет готовиться к заседанию ЦБ, но перед этим мы получим цифры по инфляционным ожиданиям населения компании. Это, наверное, такая важная вводная будет для уточнения прогнозов на рынке. Также будет традиционная инфляционная статистика в среду по неделе инфляции. Но напомню, что если мы говорим, опять же, про заседание ЦБ, то здесь, наверное, интриги большой нет. Основные вводные и баланс рисков значительно с нашей точки зрения не поменялся. Поэтому неизменность ставки, неизменность сигнала, возможно, сохранение такого евтребинного настроя ЦБ, говорящего и убеждающего нас и рынок о том, что первое снижение ставки все-таки придется подождать. И мы видим, что рынок ОФЗ, по крайней мере, к этому сценарию постепенно адаптируется. Дмитрий, давайте, да, сейчас мы все по порядку обсудим. Про инфляцию вы заговорили. Был интересен последний принт инфляции недельной. И новости многократно это муссировали, что в марте инфляция стала, наконец-то, нулевой. Это что? Это, наконец-то, ЦБ поборол инфляцию? Или это какая-то флуктуация месячная? Какие там категории? За счет чего этот получился ноль? И стабильный ли этот ноль? Или все-таки у нас инфляция продолжает расти и пока что рано говорить о победе? Вы знаете, нам кажется, что говорить о победе рано, потому что и январь, и февраль месячные данные по инфляции показали, что основным инфляционным фактором остаются услуги, которые сильно искажают информацию, которую мы получаем по недельным данным, где большую роль играют как раз товары. И вот это, мне кажется, важный фактор, который не позволяет с уверенностью говорить о том, что ситуация с инфляцией каким-то существенным образом сильно улучшилась. Это важный момент, о котором ЦБ говорил как раз в своих первых минутах, которые были опубликованы после предыдущего заседания. И мне кажется, на это лучше смотреть. Недельная инфляция может быть волатильна, но любой принт – это хорошая информация с точки зрения того, что ситуация скорее, наверное, потихонечку, постепенно улучшается. Но тем не менее, повторюсь, услуги в недельном мониторинге представлены очень слабо, поэтому это такая серая лошадка, которую мы будем узнавать только по итогам месячной инфляционной статистики. И Центробанк за этим будет следить. Высокий спрос, отсутствие каких-то сильных движений в части курса рубля, которые могут быть таким более значимым дезинфляционным фактором, поэтому все это вкупе с, опять же, неопределенностью того, что будет с бюджетом на следующую трехлетку, учитывая вот те инициативы, которые президент озвучил в обращении к Федеральному собранию, до отсутствия понимания того, как они в полной мере будут профинансированы, либо за счет налогов, либо за счет частичного, может быть, выпуска госдолга, вот эти факторы тоже важны с точки зрения принятия решения поставки в эту пятницу. Ну, со ставкой, наверное, более-менее понятно, что и консенсус, и я так подозреваю, что и ваше мнение в рамках консенсуса, что она не изменится. Почему рынок ОФЗ развернулся? Почему еще осенью он начал расти, несмотря на все истребинные сигналы, и индекс ОФЗ, и доходности снижались? А сейчас вдруг развернулись. Это рынок запрайсил, наконец-то, долгое удержание ставки на высоком уровне, и если запрайсил, то на какое время? Вы знаете, ну, здесь постепенно рынок просто действительно был вынужден принять вот эту давность. Ставки не будут повышаться быстро, и ставка не будет повышаться резко. Да, понижаться, да, извините, понижаться резко. Хотя, учитывая инфляцию и такой бюджетный импульс, и горячий рынок труда, может быть, и повышаться они не будут. Вы знаете, я думаю, что все-таки сценарий повышения, он не является базовым, с моей точки зрения. Да, горячий рынок труда – это фактор, но здесь, наверное, пик этой горячести мы прошли. Все-таки наш базовый сценарий заключается в том, что экономика продолжит тормозить благодаря и более жесткой монетарной политике, и менее активному бюджетному импульсу, о чем вы тоже упомянули. И в этом смысле все-таки инфляция будет снижаться постепенно, и ЦБ будет следом за снижением инфляции ставку понижать. Здесь нужно помнить как раз вот этот важный тезис и важная оговорка в минутках ЦБ о том, что жесткость политики не означает неизменной ставки. То есть снижение инфляционных ожиданий, снижение инфляции будет постепенно эту ставку двигать, но она будет сильно выше и долго оставаться сильно выше нейтрального диапазона, который ЦБ по-прежнему оценивает в 2-3% в реальном выражении. А изменилась по планам оценка? В июне будет снижать ЦБ ставку или позже? Вы знаете, мы свой прогноз пока не меняли с конца прошлого года, первое снижение в июне на 50-100 байсных пунктов, как раз исходя из того, что к середине года ЦБ будет уже исходить из ожидания инфляции начала 2025 года, а по нашим базовым прогнозам все-таки к концу этого года, к началу следующего инфляция вернется к темпам, которые будут соответствовать целевым 4% с сезонной корректировкой месяц к месяцу. Ну вот, собственно, к тому времени стоит и задуматься о длинных ОФЗ. Вы знаете, рынок будет отыгрывать все это раньше, конечно. То есть вот сейчас нужно просто, наверное, подождать и пройти вот этот период адаптации. То есть, с одной стороны, более жесткий ЦБ и сохранение там отрицательного так называемого керри, который банки дестимулирует активно заходить в ОФЗ. Второе, ну, большая неопределенность, как я уже сказал, это перспектива первичного предложения со стороны Минхина. До тех пор, пока рынок не успокоится по поводу этих двух переменных, ну, наверное, какого-то роста ОФЗ ждать не стоит. Хотя, с другой стороны, уровень там выше 13%. Они, в принципе, для такого среднедлагосрочного инвестора, пассивного инвестора выглядят интересно. И, наверное, здесь точно поймать дно в цене, да, и пик по доходности будет сложно. Поэтому нужно, наверное, смотреть за данными и соответствующим образом вести себя в этом классе активов. Ну, в завершение, пару вопросов. Первое, это как все это влияет на рубль. Напомню, что на прошлой неделе еще вышли данные по профициту внешней торговли, который в январе снизился на 17,8% до 7,8 миллиардов. Это ЦБ. И про покупки и продажи, что в итоге в марте чистая продажа валют составит 7,1 миллиарда рублей в день. Что будет с рублем? Вы знаете, базовый прогноз по рублю мы также не меняем. Там март-апрель, не исключаем, что курс опустится там к уровню 90, может быть, чуть ниже. До 88,90 некоторый такой базовый ориентировочный диапазон. Дальше, по мере того, как все-таки будет сокращаться или не будет увеличиваться профицит торговли, будет сохраняться от капитала, все-таки рубль постепенно будет ослабевать и к концу года вернется в диапазон 95,100. То есть вот наш базовый прогноз на этот год, он также не меняется. Поэтому здесь много переменных. С одной стороны, сырьевой рынок, с другой стороны, вот атаки на НПЗ и физические объемы поставок. Ну и, собственно, третья переменная большая – это отток капитала. Поэтому здесь тоже, наверное, за этими всеми переменными нужно следить, помимо профицита текущего счета, о котором вы упомянули. Ну и в завершении, что будет с фондовым рынком? На 30% сейчас отстают от исторических максимумов, 3300 в пятницу удержали. Будет ли рынок расти дальше и, если так, до каких уровней вообще способствует ли этому такая высокая ставка? Вы знаете, высокая ставка, она, безусловно, рынок придерживает. Но вот как мы показывали в своей стратегии в конце прошлого года, в начале этого сама вся высокая ставка не является каким-то там серьезным барьером, если компания имеет возможность, опять же, расти, показывать рост прибыли, развиваться. И это ключевой фактор. Ну, на текущий момент, наверное, две важные истории. Первая – это ожидание летних дивидендов. И под эту тему рынок может пытаться расти. Но, опять же, наш базовый прогноз на этот год по фондовому рынку, там общая доходность около 20%, он также остается неизменным. И предполагает, да, что какого-то такого взрывного, да, устойчивого и сильного роста, повторяющего динамику прошлого года, в этом году мы не увидим. Да, будет высокая волатильность, да, будет возможность для краткосрочных спекуляций, но, опять же, общие итоги будут, наверное, не такими впечатляющими, как прошлый год. Логично. Спасибо большое. Дмитрий Полевой, директор по инвестициям астроуправления активами, был с нами на прямой связи. А сейчас поговорим об экономике США. Теперь уже к нам присоединяется Дмитрий Голубков, директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. По Соединенным Штатам Америки тоже много интересной статистики выходило на прошлой неделе, и она вышла довольно разочаровывающе. Разочаровал и индекс промышленного производства в феврале, розничные продажи. Что не так с этими данными, о чем они говорят? Что показывают в экономике США? Видите ли, в чем дело. Люди следят за такими, скажем так, краткосрочными макроэкономическими показателями, которые в какой-то степени можно интерпретировать как некая рябь на воде. При этом часто упускают большие волны, которые на самом деле и детерминируют макроэкономическую политику. Ну вот, применительно к вопросу о том, что будет с ключевой ставкой Федерального резерва, здесь важно, на мой взгляд, смотреть не на какие-то показатели, характеризующие текущий уровень инфляции, там, я не знаю, за месяц, за неделю, неважно, за какой-то короткий период. Важно смотреть на то, что, например, делали и делают с таким показателем, как денежная база и денежная масса. И вот здесь вот мы как раз видим определенную картину, которая наводит на мысль, что вообще-то по большому счету Федеральному резерву США пора бы, что называется, провести либерализацию монетарной политики. То есть, вот это вот закручивание гаек и борьба с инфляцией, эти меры уже произвели тот эффект, который необходим и даже больше, больше, чем нужно. В том смысле, что, вот знаете, есть такое классическое правило монетаристов, что темп прироста денежной массы в экономике, ну, желательно, должен находиться на уровне где-то 4-6% в год. Ну, если такой уровень соблюдается, то вал внутренний продукт в реальном исчислении растет там на 2-3% в год, и инфляция тоже там 2-3% в год. Так вот, на протяжении большей части истории США, ну, по крайней мере, после Второй мировой войны, так оно и было. 4-6% в год темп прироста денежной массы. И вдруг мы видим такой бурный рост денежной массы в ковидную эпоху. В 2020-2021 году денежная масса, агрегат М2, выросла примерно на 44%, если вот так грубо посчитать. Конечно, это очень сильный показатель, сильный прирост. Он привел к вот этой очень высокой инфляции в Соединенных Штатах Америки. И после этого закономерно начали проводить жесткую монетарную политику. Но вот здесь-то они как раз, я имею в виду, Федеральный резерв палку-то и перегнул. Они вместо того, чтобы вернуть просто темп роста этого показателя на нормальный уровень, они денежную массу снизили в стране. То есть где-то процентов на 5, если смотреть, вот что они с ней делали с весны 2022 года. На 5% понизили вот этот самый агрегат М2. Ну, к чему это привело? Это привело к тому, что закономерно мы видим сейчас неблагоприятные тенденции с точки зрения реального ВВП, с точки зрения, так сказать, реального сектора экономики, то есть так называемая рецессия, дефляционный шок. И здесь, конечно, имеет смысл, что называется, разворачиваться Федеральному резерву и понижать ставки, и другими способами, другими методами стимулировать, что называется, рост этой самой денежной массы. Но вот здесь главная задача это... Ну, если по графику посмотреть, и Крис Катт пишет, что денежная база США продолжает расти, несмотря на самое ограничительное ДКП в истории. То есть я согласен, что она в 2022 году существенно прям сократилась, денежная база. Но вот за 2023-2024 год, то есть это недостаточный темп рост, а нужно ускорять ФРС этот темп рост денежной базы? Ну, смотрите, как они начали ужесточать монетарную политику, где-то с начала 2022 года по, насколько я помню, февраль 2023 года, денежная база, именно денежная база сократилась процентов на 17. После этого она опять начала подрастать, что, кстати говоря, свидетельствует о том, что там тоже понимают, что палку они перегнули, и пора, что называется, возвращаться к так называемой мягкой монетарной политике. Денежная база выросла процентов на 10. Вот с февраля прошлого года по текущий момент этот показатель вырос примерно процентов на 10. Но пока это все еще не трансформировалось в рост агрегата М2, то есть той самой денежной массы. Она выросла, по-моему, процентик всего лишь на один. То есть это объективно мало. И вот, как я отметил, когда эти ребята, имеется в виду Федеральный резерв, будут возвращаться к мягкой монетарной политике, их задача опять не перегнуть палку, только теперь уже в противоположную сторону. То есть увеличивайте темп прироста агрегата М2 до 4-6% в год, и вы здесь остановитесь. Потому что есть определенные риски, что они... Ваше точки зрения ясна, у нас полминутки, буквально коротко. Прогноз на ближайшее заседание ФРС и когда ставку все-таки будут понижать? У меня есть внутреннее ощущение, что на этот раз они могут опять ставку не понизить. Но вообще-то по уму надо было бы дать положительный сигнал рынку и на 25 базовых пунктов ставку уменьшить. Это так, мне кажется. То есть если не на этом, то на следующем заседании? Определенно. Спасибо большое за экспертизу. С нами на прямой связи был Дмитрий Голубков, директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка. Обсудили экономику США прямо сейчас. И фьючерсы на российские индексы показывают в плюсе. Ожидаем уверенно позитивного открытия на московской бирже. Фьючерс на индекс ММВБ подрастает на полпроцента. Фьючерс на индекс РТС подрастает на 0,9% почти на процент. Все это следствие валютных торгов. Сейчас рубль в моменте укрепляется на полпроцента по отношению к бивалютной корзине. Будьте в рынке вместе с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова